Несколько потеплений, сухая погода имеет минусы. Возросло число пожаров и возгораний, особенно в частных домах. Сгорели дворовые постройки, сарай, беда, неприятность, но терпимая. А вот остаться без крыши над головой в прямом смысле слова несчастье, из которого без помощи окружающих не выбраться. Несколько дней тому назад город облетела новость, в письмянке сгорел дом. Очаг возгорания находился на соединении линии электропередач. Несколько лет тому назад старенький дом, оставшийся от бабушки, обложили кирпичом, построили веранду и кухню. Жаль, застраховать так и не успели. Теперь кирпичную кладку разбирают, дом восстановлению не подлежит. Перекрытие, оставшееся нетронутое, огнем напрочь просырели от воды. Это случилось 14 мая, у дочки день рождения, 17 лет. Пошла, цветы собрала ей, тюльпан. Ну, поздравила. Все, муж ее увез на учебу. Мы пошли с ним, я в огороде, цветы вокруг дома сажал. Он с машиной, со своей. Вот, пошла домой воды попить. Захожу, какой-то запах. Телевизор на кухне стал мигать. Я вышла, мужу кричу, говорю, что свет отключает, что ли. Он через гараж вышел, а у нас, оказывается, крыша горит. С этого угла вот. Ну и все. Соседи побежали, вызвали пожарных. Документы вытащили. Что смогли уж. Девчонки все помогали, тут соседи. Пожарные приехали. Приехать-то они, конечно, приехали. Один шланг они развернули. Он дырявый. По всей улице вода у них льется. Я не знаю, конечно, но... Приехали они быстро, конечно. Дочка с училища приехала. Мы в скорой были. Нас в скорой откачивали там. Ну вот. Я знаю, что сказать. Заваленный горелками двор вычищали вместе с друзьями, знакомыми и соседями. Помощь близких и неравнодушных людей в такой момент вещь неоценимая. Но поднять из пепелища дом до холодов пока только мечта. Нашим землякам просто негде жить. Так может, поможем, кто чем сможет. Счет сберегательной книжки вы видите сейчас на экране. Телефон в редакции Телер-радиокомпании. Сами понимаете, с благодарностью примут любую помощь.